Несостоявшиеся убийства Я была в то время в хорошей форме, мне сопутствовал успех. И главное, я работала самозабвенно, с огромным удовольствием. Окончательно созрело решение уйти из Вильнюсского театра, но я хотела сделать это тактично, без обид. Так часто бывает, что удачи соседствуют с неожиданными ударами судьбы. И жизнь подставила мне под ножку тогда, когда я её совсем не ожидала. Да такую, что я и предположить не могла. А поначалу всё складывалось хорошо. Меня пригласили на пробы в фильм «Убийство на улице Данте». Снимал его Михаил Ильич Ром. И я была счастлива, что попала к нему. Из всех актрис, которые пробовались на главную роль, он выбрал меня. На натуру мы поехали в Ригу. Ведь многие фильмы на сюжеты из жизни Запада снимались в прибалтийских городах. Возвратились оттуда, я пришла на Мосфильм готовиться к очередной съёмке. А мне вдруг гример говорит, что это такое у вас с глазами? А что с ними? У вас жёлтые белки. Я внимательно посмотрелась в зеркало. В самом деле. Дочь врача и сама медичка, я сразу поняла, что дело плохо. У меня начался какой-то инфекционный процесс. Врачи поставили диагноз – инфекционная желтуха. И я попала в больницу. Полтора месяца меня ждали, чтобы продолжить съёмки. Возвратилась из больницы и не смогла работать. У меня был упадок сил. Я растолстела, ни в один костюм не влезала. Видимо, я схватила инфекционную желтуху во время гастролей театра. Ездили очень много. Скорее всего, в Баку, где мы были в творческой командировке. Эта болезнь очень сильно изнуряет и тяжело проходит. Её последствия долго дают о себе знать. Ну, что делать? Я безумно переживала. Ночи напролёт лежала с открытыми глазами и с тяжёлым сердцем. Мне становилось ясно, что сниматься не смогу. Мои коллеги по фильму раньше меня это поняли, но не торопились с решением. Хотели, чтобы приняла его сама. Мою роль получила Женя Козырева. Она её сыграла хорошо, симпатично. А я вся испереживалась. Помню, приехал меня навестить после болезни Константин Фёдорович Исаев, написавший сценарий неоконченной повести. Рассказывая о том, что со мной приключилось, я расплакалась. Он сказал с сочувствием. Да не плачь, девочка. У тебя ещё будут роли. У тебя всё ещё только начинается. Но успокоить меня Константин Фёдорович не смог. Когда я выписалась из больницы, коллеги относились ко мне очень доброжелательно, старались отвлечь от мрачных мыслей. Меня пригласили в Дом кино, который находился там же, где была гостиница «Советская», а потом ресторан «Яр». Приехала группа французских актёров. Среди них Ив Монтан, Симона Синьёре, Жерар Филипп, Дани Робен, Николь Курсель. Всего их было 17 человек. И приезд таких знаменитых артистов стал для советских кинематографистов и вообще для общества большим событием. Моё кресло в зрительном зале оказалось рядом с креслом Фаины Георгиевны Раневской. Она сразу сказала сидевшему по другую сторону от неё Иосифу Михайловичу Туманову, главному режиссёру театра имени Пушкина, «Вот вам, пожалуйста, героини для Белого лотоса». Это была индийская пьеса, которую Туманов тогда ставил. Конечно, я сразу же согласилась. Правда, я мечтала о другой роли, но ещё ничего не решилась. Должно было пройти несколько месяцев, прежде чем мне скажут «да» или «нет». Но было очень заманчиво прийти в известный московский театр, получить возможность работать в хорошем театральном коллективе, с актёрами, у которых есть чему поучиться. Вскоре я поехала в Вильнюс, надо было забрать свои вещи. Пришла в театр, а мне с порога сообщили новость. «Вам утвердили оклад в полторы тысячи рублей». Я ответила «спасибо, но всё надо делать вовремя». И уехала в Москву, в театр имени Пушкина, на те же 600 рублей, что и прежде в Вильнюсе. Никогда, наверное, не забуду, как к концу каждого месяца пересчитывала копейки. Я уже начала работу над ролью в «Белом лотосе», и вдруг мне сообщили, что меня утвердили на роль Аксинии в «Тихом доме». Но до съёмок этого фильма было ещё далеко, а жить ведь надо сегодня. Надеялась, что смогу совместить работу в театре и участие в съёмках. Конечно, это были напрасные надежды. В любом случае, я делала всё, чтобы забыть болезнь и, как говорится, дышать полной грудью. Жизнь преподнесла мне неожиданный подарок – поездку во Францию. Мои коллеги по театру и кино часто ездили в составе различных делегаций за рубеж. Возвращались с массой впечатлений и с модными одёжками. Приличные и модные туалеты – это в те годы была для актрисы большая проблема. Меня при отборе кандидаток в поездки обходили. Справедливости ради скажу, что я и не пыталась пробиться сквозь толпу заслуженных претенденток, хотя тоже была не из последних в артистической иерархии. Неоконченная повесть сделала меня известной всей стране. И когда мне предложили войти в первую делегацию советских кинематографистов для поездки во Францию, я, конечно же, согласилась. Эта поездка произвела на меня огромное впечатление. И начались изменения в моём восприятии жизни – нашей и чужой западной. Наивная комсомолочка уходила в прошлое. Французские кинематографисты нас очень радушно принимали. Я познакомилась с Симоной Синьоры, Ивом Монтаном, Жераром Филиппом, другими звёздами мирового экрана. Французы умели расположить к себе, и я оценила непринуждённую обстановку, которую создали вокруг меня знаменитости. А когда побывали на товарищеской встрече в загородном доме одного из актёров, я была поражена тем, как живут наши французские коллеги. По сравнению с жизнью в Советском Союзе это было небо и земля. Честно скажу, выглядели мы на этом фоне довольно ущербными. Мне, как и другим советским членам делегации, казалось, что нам устраивают показуху. Но вскоре пришло понимание, что это их реальный образ жизни. На многое мне открыли глаза и чисто профессиональные разговоры. Словом, это был для меня иной мир, но я отнеслась к нему с философским спокойствием. Они так живут, ну и слава богу. Но я, русская актриса, живу по-другому, так предписано судьбой, и менять её я не собираюсь. Собственно, я над этим и не задумывалась. Это было само собой разумеющимся. Парижу я буду вечно благодарна за то, что именно там я сделала первый робкий шажок к роли Аксинии в Тихом доме. Замерный робот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова